Эти ночи у меня сегодня была тоже поразительно весела, вот, не скучно мне было, не скучно мне было, потому что сначала, сначала, друзья мои, я ждала, пока мне там мама напишет, как у неё дела, вот, я сначала за мамон переживала, вот, думаю, что там у неё дела, как там у неё дела, всё такое прочее, блин, погладила в полку, опять она уже всё, всё помятое, а только одела, ладно, в общем, я страшно переживала за маму, до часа ночи, неудобно, так сидеть, у меня сегодня спина страшно болит, поэтому сегодня неудобно мне так сидеть, телефон ещё сползает, скатерти нет, скатерти я убрала, скатерти нет, и телефон начал сползать, надо что-то с этим, продумать, придумать этот вариант, в общем, я сегодня до часу ночи ждала, пока мне наконец-то мамон сообщит, что там она, как там она, как у неё дела, вот, потом я проснулась в 3 с копейками от того, что, или, а нет, без 25, от того, что у Володи звонил телефон, ему кто-то звонил по WhatsApp из ДНР, вот, и что вы думаете, он с перепугу, когда проснулся, тупо ударил меня с локтя в челюсть, у меня вот тут вот болит просто всё, я не знаю, особо, ну, как бы, у меня на лице пудра, довольно-таки плотный слой, и оно не сильно видно, но вообще-вообще, вот здесь вот есть небольшой след, небольшое покраснение, у меня ужасно болят зубы, у меня ужасно болит в этом месте всё, спасибо, что хоть не сломал, блин, челюсть, и вот эта история, блин, у этих товарищей твердохлебовых, вот она постоянно, то малой он мне в детстве раза 4 давал, по губам случайно, когда мы с ним играли, и получается, он мне разбивал губы, вот это, улыбаешься, и всё, и зубы в кровище, когда-то игрался, тоже был малой, ходил дома в сандалиях, зима, холодно, как всегда, проблемы с отоплением были, вот, и бабушке моей, ну, своей прабабушке, просто случайно, вот так вот, уже колбасились, и не играли, и просто случайно он зарядил ей в глаз, у моей бабушки фенгал под глазом, окей, значит, дальше что, дальше что, в общем, вот такие ситуации были, и Володя тоже мне, то спит, руками тут размахивает, что-то ногами, что-то это самое, спит, он вечно неспокойно буркается, как маленький, вечно он что-то в это одеяло, то заворачивается, то спихивает его с себя, и вот какая-то у него вечно какая-то активность на этом клаптике, кровати, вечно он под себя эту простыню подминает, и что малой так спит, что Вова так спит, и что малой руками размахивает, спит, что Вова точно так же руками размахивает, спит, И, блин, сколько раз он мне уже случайно заехал То в глаз, то в нос, то в губу То теперь в челюсть Как оно заколебало То этот товарищ, который позвонил без 25 Чуть малого не разбудил Я думаю, твою мать, он чуть малого не разбудил Сейчас думаю, Вова будет дальше спать А я буду малого развлекать Чтобы он уснул наконец-то опять Вместо того, чтобы тоже идти спать А потом я проспала, смотрю Я встала на час позже, чем собиралась Но все равно успела Я готовила на тормозок кашу Я очневую И яичницу Замешанную такую, как омлетик Вот, это самое Еле Володя добудилась Короче, что-то жопна какая-то ночь сегодня была Все через жопу, через жопу Ладно, пойду Пойду собираться Наконец-то Задрал уже Да мирно, убери ты кота Если он не стул дерет А кресло, убери его Он стул драл или кресло Тогда надо гнать Задрал уже, блин Козел непослушный, маленький То стенку Это самое Ну, блин, ну там даже ни намека не было На какой-то кусочек ободранного обоев Чтобы подцепить когтем и разодрать Нет, он пришел и сам, блядь, умочка Постарался Разодрал обои нафиг Потом вот эта фигня сейчас дерет кресло Уже это кошмар какой-то Это какой-то кошмар Месяц еще остался, кстати, до кастрации Эдомир, вот еще котик Это в задницу, блин Еще, чтобы еще что-то разодрал Это съемная квартира А если бы это была своя квартира То не значит, что мне было бы менее жалко Да, мне за это отвечать не надо Мне не надо это покупать, ремонтировать, восстанавливать По щелчку, когда я буду съезжать Но все равно это свое И свое тоже жалко И свое не хочется, чтобы кот драл Короче, вот такая вот фигня, блин Вот такой вот котик Кто любит чистоту Кто любит, чтобы дома все стояло на своих местах Чтобы никто ничего не скидывал Кто любит ремонт И чтобы ничего подрано не было Тот не заводит котиков Вот риэлтор говорит Вот у меня там знакомый У него было два кота Он им когти стрих Он их на стрижку водил Это самое А потом они там, что развелись с женой Одного кота Жена забрала А вот А второй кот остался с ним И что вот он за ними смотрит Вот кто любит котиков Кто хочет котиков Он за ними будет смотреть Он будет все меры предпринимать Что вот он живет в классной квартире С евроремонтом и тыры-пыры Ну блин, ну значит характер такого кота Ну значит вот такой вот кот Если оно говно непослушное То оно говно непослушное Сколько не ходишь По сраке ему не дьешь Мордочку вот так вот Вот так вот его в кулаке угну Ай-яй-яй Вот так Ай-яй-яй кот Вот Вот так сколько не делаешь Все равно Все равно возьмет И на десятый раз вычудит Вот Девять раз постесняется А на десятый пойдет и вычудит Вот Поэтому ну тоже так категорично говорить Я бы тоже не могла Обить животное Я не собираюсь Я не собираюсь ходить И избивать животное Потому что оно мне там что-то подрало Я прекрасно понимаю Что это Ну по факту Глупое животное Вот Которое Ну ты человека можешь научить Это самое Чему-то Да А животное Оно у него Он по инерции делает То что мы от него хотим Ну Определенный набор Спектр Спасибо что ходит в лоток Спасибо что ест То что дают И на этом все Спасибо что не сильно Он чудит В плане Обоев В плане кресла В плане там Воровать еду со стола Или еще что-то Спасибо что зашкваров нет По этим ситуациям И слава богу Как бы да Вот Но требовать от него Быть человеком Это кот Он никогда не будет как человек Он никогда не поймет так сильно Убить я его за это не собираюсь И я никогда не поверю Что животное Прям Пример послушания Как мне рассказывали Я охотно верю Я охотно верю Вот Но Точнее я охотно готова верить Но не верится Почему-то Ну не было Ну я не видела просто Если бы я увидела Своими глазами Не вопрос Но мне не верится Я не верю Что можно Не заметить Что у вас в квартире Живет животное Я не верю Я не верю Что люди Вот хозяева квартиры Да Вот они приходят Они смотрят Я не верю Что можно спрятать животное И другой человек Этого не поймет Всегда Человек У которого нет домашних животных Он по запаху слышит Что есть в квартире Они Всегда Человек Который не курит Он всегда почувствует Что в квартире курят Да даже курящий почувствует А то Тот который не курит Всегда Человек Который не пьет Он обостренно слышит, что другой выпил у него перегар Чаще всего вот так и происходит Я не верю, что не слышно по запаху домашнего животного одного кота Тем более двух Не верю И корм имеет запах свой специфический И в туалет как-то там наполнитель не это самое Все равно, если он только-только сходил Все равно это слышно Но я не верю, что можно кота спрятать И будет непонятно, что там кот живет у тебя в квартире Но не верю я, не верю Не верю Вот хоть съешьте меня Хоть убейте Хоть тапками закидайте Хоть что угодно, я не верю Все, я точно пойду, наверное Вот так вот